И я хотел бы предоставить слово первому докладчику, это профессор Маркова Татьяна Николаевна, доклад на тему применения базального инсулина, международный и российский опыт. Пожалуйста, Татьяна Николаевна. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Михаил Борисович. Я думаю, собрались здесь самые интересующиеся вопросом лечения больных с сахарным диабетом и вопросом инсулинотерапии. Несомненно, коллеги, мы к вопросам инсулинотерапии на каждых конференциях обязательно эти вопросы обсуждаем и возвращаемся, потому что это, наверное, самый сложный, самый непростой и самый такой вызывающий много вопросов метод лечения больных с сахарным диабетом. И поэтому позвольте мне представить доклад применения инновационного базального инсулина галарген-300, международный и российский опыт. И мне бы хотелось начать это выступление с последних данных по регистру больных с сахарным диабетом Российской Федерации. И несмотря на то, что у нас появляются новые инсулины, новые методы возможности сахарного диабета, мы констатируем, согласно всем последним данным регистра, что, к сожалению, у нас гликированный гемоглобин, который выше 7%, как бы считается, в общем-то, выше целевого показателя, имеет 67% диабета первого типа и 48% пациентов диабетом второго типа. Это данные регистра, которые были опубликованы в журнале «Сахарный диабет» 2017 года. На что еще обратили внимание наши ведущие организаторы диабетологической службы? На то, что у нас диабет второго типа на инсулинотерапии находится только 18%, что существенно ниже, как вы знаете, в странах Европы. И, к примеру, в том же исследовании CVD-REAL, где 300 тысяч пациентов, находящихся в регистрах самых известных таких западных стран, и стран Великобритании, что там фигурирует цифра 28%, то есть где-то на 10% инсулинизация в Российской Федерации ниже. Вторая проблема, которая у нас в Российской Федерации существует, на что обратила в своем последнем выступлении Марина Владимировна Шестакова, что, к сожалению, только 29% больных с сахарным диабетом хотя бы один раз в год измеряют гликированный гемоглобин. И не всегда это связано с тем, что это техническая какая-то невозможность измерить данный показатель. Иногда это и проблема самого пациента, комплоентности пациента, и порой пациенты наши не могут даже сказать, что такое гликированный гемоглобин и целесообразность сдачи данного показателя. Мне бы хотелось вам сегодня доложить несколько слайдов по исследованию СОЛЭ, который говорит о нескольких моментах, касающихся инсулинотерапии. Обратите, пожалуйста, внимание, достаточно большое исследование, где 17 тысяч участников, это представители преимущественно развитых европейских стран. И обратите внимание, что в данном исследовании средний уровень гликированного гемоглобина для инициации инсулинотерапии составляет 8,9%. Однако обращают внимание, что из этой когорты больных 17 тысяч участников, обратите, пожалуйста, внимание, 22% начинают инсулинотерапию при гликированном гемоглобине 10. И обратите внимание, что и страны, где инициация инсулинотерапии происходит и при гликированном гемоглобине 14, и 15, и даже 16. И поэтому заключение в этом исследовании было сделано таким образом, что мы все-таки очень поздно начинаем стартовать инсулином и очень поздно проводим инсулинизацию больных с вторым типом сахарного диабета. Второе, на что бы хотелось обратить внимание, также в этом исследовании СОЛВЭ, в вопросах темпа титрации базального инсулина. Обратите внимание страны, которые присутствуют на этом слайде. В общем-то, это достаточно развитые страны, и Великобритания, и Германия, и Канада, и другие страны. И посмотрите, дозы, с которых начинаем мы старт, но это дозы стандартные, мы знаем, что старт инсулинотерапии мы начинаем с дозы 10 единиц или 0,2 единицы на килограмм веса. И посмотрите, через 6 месяцев, какая в среднем доза базального инсулина достигается у пациентов. И посмотрите, в странах Великобритании, что доза через 6 месяцев базального инсулина практически в 2,5 раза выше, чем доза на инициации. И, в общем-то, мы можем говорить о том, что очень часто бывает, что мы начинаем тетрацию инсулинотерапии с одной дозы, но не дотетрувываем до целевого показателя гликированного гемоглобина или тетруем дозу инсулина слишком медленно. Я прошу прощения. И еще одно очень интересное и серьезное исследование. Посмотрите, пожалуйста, 40 тысяч пациентов, которые участвовали в этом исследовании. И в этом исследовании пациенты, которые через 3 месяца на инициации инсулинотерапии достигли показателей 7%. И опять-таки представлены у нас страны, как правило, ведущие западноевропейские страны, это здесь и Франция, и Германия, и Великобритания фигурируют. И вот обратите внимание, что если мы возьмем среднюю цифру, то примерно 30% через 3 месяца на старте инсулинотерапии достигает гликированного гемоглобина 7%. Но что и для меня было очень интересным, это одно из таких последних исследований 2017 года, опубликованного в ведущем таком мировом журнале диабетологическом, что через 24 месяца, и обратите внимание, цифры практически одни и те же в процентном соотношении, те пациенты, которые имеют гликированный гемоглобин, меньше 7. И делается вывод, что если мы смогли стабилизировать уровень гликемии первые 3-6 месяцев, как правило, эти пациенты и поддерживают этот целевой уровень гликированного гемоглобина, который, как вы видите в данном исследовании, еще раз напомню, 40 тысяч респондентов, сохраняется и через 24 месяца. Итак, когда у нас происходит с вами инициация базального инсулина, мы с вами ставим несколько вопросов. Первый вопрос, нам необходимо достичь целевого гликированного гемоглобина, который, согласно нашим алгоритмам, мы должны достичь за 6 месяцев. Конечно же, мы с вами ставим вопрос, чтобы эта терапия была безопасной. В любом случае, начиная лечение инсулином, это самый мощный сахароснижающий препарат, мы боимся развития гипогликемии. О чем новом стали говорить мы, на мой взгляд, последние 2 года? О том, что появилось такое понятие, как вариабельность гликемии. Как ставить такой диагноз вариабельность гликемии, когда мы говорим о том, что диабет лебильный, и когда говорим, что это действительно существует? Вопрос остается. Ну и, конечно, что нового появилось, мы стали теперь говорить о том, насколько безопасна терапия инсулином с точки зрения сердечно-сосудистой безопасности. Таким образом, если мы с вами говорим о гипогликемии, по данным тоже большого исследования, обратите внимание, 72% врачей общей практики и 79% специалистов-эндокринологов говорят о том, что боятся титровать, боятся инициировать инсулинотерапию, именно потому что риск, опасность возникновения у пациентов гипогликемии. Что касается вариабельности гликемии, вы знаете, что у здорового человека тоже есть определенные элементы колебаний гликемии. И вот одно из исследований, которое было опубликовано в 2007 году на добровольцах, на здоровых добровольцах, показало, что 80% здоровых обследованных, не имеющих сахарного диабета и нарушений вообще углеводного обмена, имеют достаточно низкий уровень колебания от 3,3 до 5,5 ммол на литр. Да, как правило, с учетом возраста, 19% обследованных имели повышение гликемии до 7,8 ммол на литр. И лишь 1% обследованных, не имеющих нарушений углеводного обмена, имели колебания от 3,3 до 9,3 ммол на литр. И если вы помните такое исследование Александра Сергеевича Аметова, который проводил его на ординаторах, проводил тест с мониторированием гликемии и тоже продемонстрировал, что флюктуация гликемии у здоровых колеблется в пределах от 3,3 до 5,5 у молодых респондентов. Итак, как же мы с вами можем на практике оценивать вариабельность действия инсулина, тем более, что у нас появились сейчас новые инсулины, длительного, сверхдлительного действия. Обратим коллеге внимание, что существует, согласно последним данным, и я, подготавливая этот слайд, ориентировалась на европейские работы и на работы на последнюю монографию по вариабельности гликемии, она представлена на слайде, что существуют не специфические методы диагностики вариабельности гликемии. Среди них существует такой метод, как просто вычисление процента значения гликемии выше и ниже целевого диапазона. Допустим, у вас пациенты измеряют глюкометром уровень гликемии, вы оцениваете несколько показателей и смотрите, какой процент из них выходит за пределы 3,9 и за пределы 10 ммол на литр. Так нам дают такие рекомендации, дает Американская дипотологическая ассоциация 2016 года. Несомненно, более валидным методом будут формулы расчета по данным непрерывного мониторирования гликемии. Коллеги, обратите тоже внимание, что когда у вас появляются результаты суточного мониторирования гликемии, нашими с вами известными методами мониторирования, в данных результатах, как правило, уже рассчитываются данные стандартной девиации или стандартного отклонения. И вот я вчера просмотрела порядка 20 последних результатов суточного мониторирования наших пациентов. По данным у нас система Метроник работает, система CGMS мы имеем и АйПро. То в среднем вот этот показатель SD или стандартная девиация у наших пациентов в отделении составляет от 2,5 до 3,5. В последней иммунографии представлены нормы вот этой девиации. И посмотрите, какие нормы. То есть всего лишь 1,5 плюс-минус 0,5. Достаточно низкий показатель. И тоже обращайте внимание у ваших пациентов, какие показатели вот этих вот девиаций существуют. Второй показатель – это коэффициент вариации. Он тоже присутствует в распечатках при проведении системы мониторирования глюкозы. В среднем коэффициент вариации у здорового человека составляет 19,6%. Что такое коэффициент вариации? Это отношение стандартной девиации к идеальной гликемии. И я вам представила здесь на слайде нормы коэффициента вариации, которые могут быть, в общем-то, у здорового пациента. И обратите, пожалуйста, внимание, новый у нас такой показатель есть, как показатель МЭЙДЖ. Это амплитуда гликемии ежедневная. И тоже представила вам нормы 2,3. То есть достаточно низкая вариация должна быть у пациентов, у которых, в общем-то, компенсирован сахарный диабет, и у которых вот эти вот колебания гликемии вот в пределах 2,3 плюс-минус 0,8. Новый индекс, который сейчас стал использоваться для оценки вариабельности действия инсулина, и используется уже в клинических исследованиях, в рандомизированных клинических исследованиях. Это такой индекс, который называется Low Blood Glucose Index. В общем-то, он рассчитывается достаточно просто. 14 дней у пациентов измеряется уровень гликемии, причем должно быть не менее трех измерений в сутки. Специально заводятся эти данные в компьютерную систему, и с помощью специальной логарифмической линейки высчитывается вот такой вот Low Blood Glucose Index. И я продемонстрирую на реальных клинических исследованиях, какой этот показатель бывает у пациентов, и когда этот показатель является безопасным. Но, несомненно, уважаемые коллеги, наиболее валидизированным методом оценки вариабельности гликемии является эогликемический клэмп. На сегодня у нас существуют две методики проведения эогликемического клэмпа. То есть, когда у пациента в течение суток проводится эогликемический клэмп, и это называется эогликемический клэмп в течение дня, или флюктуация гликемии, или это клэмп, который проводится многократно, допустим, три раза в неделю, или, может быть, даже и больше, многократный эогликемический клэмп, и такие показатели называются воспроизводимость изо дня в день. Если мы определяем это у одного пациента, это будет интраиндивидуальная вариабельность гликемии, если у ряда пациентов, то мы можем уже видеть определенные закономерности, особенно если мы оцениваем новые инсулины, то это будет межиндивидуальная вариабельность. Итак, у нас с вами, вот как уже полтора, наверное, два года, мы с вами имеем возможность использовать новый инсулин, который у нас появился уже в практической деятельности. Я думаю, каждый из вас имел уже возможность использовать этот инсулин. Это галаргин-300, который имеет принципиально, он имеет ту же самую формулу, что и галаргин-100, то есть ту же самую молекулу, но за счет того, что она сконцентрирована в меньшем объеме, она имеет другую фармакокинетику, эта молекула, и другую фармакодинамику, имеет более компактное подкожное депо, и в связи с этим имеет более медленное высвобождение, которое позволяет инсулину обладать беспиковым действием и более длительным действием, чем 24 часа. Инсулин галаргин-300, мы с вами сегодня говорим о вариабельности новых инсулинов. Инсулин галаргин-300 прошел исследование по валидизированному методу эогликемического клемпа. В данном случае этот эогликемический клемп был сделан в течение суток, и поэтому мы говорим с вами о флюктуации глюкозы. И обратите, пожалуйста, внимание на слайде, что абсолютно беспиковая кривая, и если мы посчитаем с вами площадь поверхности под скоростью инфузии глюкозы, то эта площадь каждые 6 часов имеет примерно одно и то же значение. И обратите внимание, эти значения составляют 29%, 24%, 23%, 23%, что говорит об определенной стабильности данной молекулы, подтвержденной с помощью метода суточного клемпа, то есть исследования флюктуации глюкозы. Ну и мне теперь хотелось вам продемонстрировать последние исследования, касающиеся данного инсулина галаргина-300, и поделиться собственными исследованиями, используя этот инсулин в практике врача стационарного отделения. Одно из исследований, которое было представлено в 2017 году, это исследование по суточному мониторированию гликемии галаргина-300. Обратите внимание, 16-недельное исследование, оно было перекрестным, когда сравнивался инсулин галаргин-300 и галаргин-100. Проводились исследования инъекции утром и инъекции вечером в зависимости от того, как пациент предпочитает. И исследовалось, еще раз напоминаю, с помощью суточного мониторирования гликемии. И как вы видите, на слайде представлено, это пациенты с первым типом сахарного диабета, и как вы видите на слайде представлено, зеленым представлено данные мониторирования галаргина-300 и синим цветом представлены данные мониторирования галаргина-100. Как мы видим по данному слайду, что динамика изменений галаргина-300 существенно отличается от галаргина-100 тем, что имеется намного меньше данных по вариабельности гликемии кривой, кривая более плоская у галаргина-300. Дальше позвольте вам представить еще очень интересное исследование, которое показывает о том, что вариабельность гликемии и риск гипогликемии это два понятия, которые в принципе идут друг за другом и в сравнении опять-таки галаргина-300 и галаргина-100. Вот я хотела бы обратить ваше внимание, я вот чуть выше рассказала про понятие low blood glucose index, который использовался в данном исследовании. В этом исследовании были нами известные исследования, представленные Edition 2, Senior и Edition 3. В Edition 2 и Senior это пациенты, которые уже получали инсулинотерапию, а Edition 3 это там, где была инициация инсулинотерапии. Итак, у этих пациентов рассчитывался индекс с помощью многократных измерений гликемии. И вот обратите внимание, новый у нас такой показатель, что если индекс больше, чем 1,1, то риск гипогликемии, вот обратите внимание, в исследовании Edition оказалось, что риск гипогликемии у тех, у кого индекс этот больше, возрастает практически в 5 раз, в исследовании Edition 3 практически в 3 раза, ну и примерно такая же ситуация в исследовании Senior Study. Это исследование демонстрирует о том, что, во-первых, этот индекс мы вполне с вами можем использовать, если будем в компьютерной системе вводить, если у нас будет, как минимум, как мы говорили с вами, 14 дней измерения гликемии у пациентов с помощью глюкометров, если они вам предоставят такие данные. Ну и, конечно, вот это очень интересные данные, они были представлены в 2017 году на конгрессе в Лиссабоне. Посмотрите, пожалуйста, это сравнение галларгина 300 красным цветом представлено и галларгина 100 с синим цветом представлено, именно по данным вот этого индекса риска гипогликемии. На что обращаю внимание? Там, где цифра 1, 2, это пациенты находились ночью, это во сне. Где цифры 3, 4, 5, 6, это представлены часы, это в основном дневное время. И вот обратите внимание, какая разница по этому индексу у пациентов, которые получали галларгин 100 и у пациентов, которые получали галларгин 300. И посмотрите, эта разница выглядит достаточно существенным во всех трех исследованиях или именно в ночные часы. Таким образом, мы можем говорить, что если мы пациентов с галларгина 100 переводим на галларгин 300, первое, что мы можем четко обосновывать, то, что пациенты будут иметь однозначно меньше гипогликемий, особенно в ночные часы. Ну и теперь у нас с вами стала очень хорошей практикой анализ не просто рандомизированных клинических исследований, которые по галларгину 300 практически уже все завершены. Они нами уже были доложены, это Edition 1, 2, 3, это исследование Senior. А вот сейчас посмотрите, какое количество исследований находится по галларгину 300 в реальной клинической практике. Причем это достаточно ведущие страны участвуют в исследовании, такие как США, такие как Германия. И на сегодня из этих исследований закончилось два. Это исследование ТОП-2 и исследование Деливер 1, 2 и 3. И промежуточное исследование тех исследований, которые здесь представлены несколько выше. И разрешите мне часть исследований вам представить. Одно из этих исследований – применение галларгина 300 в условиях реальной клинической практики пациентов, которые раньше получали базальную терапию, на что я всегда обращаю внимание. Когорта пациентов-американцев. Это американское исследование. На чем в данном исследовании пациенты преимущественно находились. Практически 60% этих пациентов находилось на галларгине 100. Остальные проценты – это вот те инсулины, которые здесь представлены. 25% – это инсулин ДТМИР и 7,8% – инсулины НПХ. Все-таки у нас здесь достаточно большое количество аналогов инсулина. Справа представлены, коллеги, показатели среднего гликированного гемоглобина, количество гипогликемий и причины, почему переводились на галларгин 300, в том числе знакомство врача с препаратом. И какие данные были получены. Итак, пациентов перевели с той текущей терапией, на которой они были, на галларгин 300. Динамика уровня гликированного гемоглобина составила 8,5 до 7,6. В общем-то, достаточно неплохая динамика. Ну и вот что получили, на мой взгляд, очень интересно, то, что снижение риска гипогликемий на 77%. Коллеги, 77% – это, конечно, достаточно большая цифра, серьезная цифра в этом исследовании. Когда мы с вами впервые начали использовать галларгин 300, мы очень переживали, не будут ли большими дозами эти препараты по сравнению с галларгином 100. И вот обратите внимание, в этом исследовании доза инсулина после перевода на галларгин 300 даже была меньше, чем та доза, которая была у этих пациентов исходна. Возможно, это было связано действительно с частыми гипогликемиями, и доза даже была снижена. Следующее исследование по инициации инсулинотерапии. Ну вот, наверное, я еще на одном моменте остановлюсь. Мне тоже было интересно, какая доза в среднем… Это пациенты, еще раз вспоминаю, которые получали инсулин. Да, это доза базального инсулина 0,7 единиц на килограмм веса. То есть достаточно большая доза. И теперь мы с вами посмотрим данные по инициации инсулинотерапии. Следующая когорта пациентов – это тоже американское исследование. 390 пациентов – это пациенты, которым стартовали инсулином галларгин 300. Пациенты, в данном случае исследование проводилось длительность исследования 123 дня. Ну и справа представлены данные по индексу массы тела и текущему уровню гликированного гемоглобина. Что мы увидели по данным результатам? Что уровень гликированного гемоглобина на инициации инсулинотерапии достоверно снижался. В данном случае сравнивался галларгин 300 и галларгин 100. Ну мы понимаем с вами, какой бы мы инсулин не назначили, уровень гликированного гемоглобина мы с вами сможем снизить, наверное, любым инсулином. Но принципиально для нас то, что на галларгине 300 достоверно было меньше число эпизодов гипогликемий по сравнению с галларгином 100, где даже это количество несколько увеличилось. И теперь посмотрим, какие дозы были на титраце, на инициации инсулинотерапии. Мы с вами знаем, что согласно инструкции мы инициацию должны проводить дозой 0,2 единицы на килограмм веса больного. В данном случае средняя доза оказалась 0,33 и доведена до 0,43, то есть не очень серьезное повышение. И в принципе повышение дозы абсолютно эквивалентно галларгину 100. И следующее исследование более масштабное – это исследование Деливер-2, это также американское исследование, где достаточно серьезная группа фигурирует, 947 человек, которые перевели на галларгин 300, и 947 человек, которых оставили на той текущей инсулинотерапии, которую эти пациенты получали. Посмотрите, эти группы абсолютно были сопоставимы по показателям, с которыми они вошли в исследование. И в общем-то, что в группе на галларгине 300, что на других инсулинах, динамика гликированного гемоглобина оказалась достоверно, конечно, снижена, ну и примерно одинаковый процент снижения. Но в группе, которая получала галларгин 300, напомню, 947 человек, это большая группа, на 25% снизился риск гипогликемии. И исследование ТОП-2. Для меня тоже было интересно тем, что это исследование, это уже исследование проведенное в Германии. Достаточно хороший тоже пул пациентов, 661 человек. Очень интересно, что наиболее распространенная схема терапии у пациентов в Германии была, это метформин, ДПП-4 и галларгин 100. Достаточно интересно, что ДПП-4 в таком проценте здесь фигурирует. Ну и вот группа, кто вошел в исследование, пожалуйста, какие были показатели гликированного гемоглобина. И вот обратите, пожалуйста, внимание, что пациентам в данном случае тетравалась доза, пациенты были переведены на галларгин 300, и гликированный гемоглобин закономерно снижался при тетрации дозы. И вот для меня было важно, какие же все-таки дозы использовались. Не было огромных доз, пожалуйста, 33 единицы, и это составляло где-то 0,35 единиц на килограмм веса больного. Ну и что для нас особо важно, здесь смотрели все гипогликемии, и симптоматические, и ночные, и подтвержденные тяжелые гипогликемии. Ну и интересно, что подтвержденные гипогликемии тяжелых вообще не было в данном исследовании, а вот подтвержденные симптоматические гипогликемии были достаточно низки. Таким образом, по результатам исследований клинической практики мы можем с вами сказать, что галларгин 300 препарат по эффективности сопоставимый с галларгином 100, поскольку в основном исследования сравнивали с тем, но мы имеем достоверно меньше гипогликемических реакций без увеличения суточной дозы инсулина. Ну и в завершение своего выступления, позвольте доложить собственные данные исследований, которые еще пока не опубликованы, мы сейчас будем готовить к публикации. Несомненно, на ваш взгляд кажется, как же мы можем оценивать, я напомню, что я являюсь заведующей стационаром, что у нас средний койко-день в отделении является 7-8 дней, но те пациенты, которые находились на этом исследовании, продолжительность терапии на препаратам ТУДЖЕО составила 8 дней. Что для меня было принципиально, когда мы использовали этот инсулин в своей реальной клинической практике? Вы помните, что поскольку это инсулин суточного действия и длительного действия, он имеет равновесную концентрацию, получит только на 3-4 день назначения препарата. И ставится вопрос, можем ли мы использовать это в стационарах, как тетровать дозу, если мы можем с вами эффективность получить только на 3-4 день. Тем не менее, мы имели возможность поработать этим препаратом, и на сегодня мы этот препарат имеем в собственной практике. На сегодня мы перевели 59 человек, проанализировали историю болезни. Из них у нас диабет первого типа составили 15 человек, сахарный диабет второго типа составил 44 человека. Далее представлены здесь, данные представлены в медиане и доверительном интервале 95% отсечения. И данные представлены, но обращают внимание, что наши пациенты при поступлении гликированных гемоглобин при первом типе диабета имеют 8,5%, при втором типе диабета примерно 10%. Стаж диабета примерно одинаковый, 12-14 лет. Ну и, несомненно, гликемия натощак при первом типе диабета в среднем у нас имели 10%. И обратите внимание, какое колебание имели при поступлении от 3,2 до 27. Ну и второй тип сахарного диабета, средний гликемия натощак составила 9,2, а колебания составили от 3 до 15,5 ммл. Я представила здесь исходно, что пациенты получали. В общем-то, так же, как и в европейских странах, в Америке, в общем-то, основной аналог инсулина является у нас инсулин-галаргин, на котором пациенты к нам поступали. И вопрос, я напомню, что мы наблюдали пациентов 8 дней. Для меня было принципиально, какая доза будет у наших пациентов. Переводили мы дозу в дозу пациентов, один к одному. И вот средняя доза при первом типе сахарного диабета у нас составила 0,31 единица на килограмм веса, здесь представлены медианы, а при втором типе диабета 0,34 единица на килограмм веса. Ну, за 8 дней практически не было динамики, суточной дозы инсулина-галаргина-300. Но что мы получили за 8 дней в нашей реальной практике? Я представила данные дельта гликемии натощак по доверительному интервалу, и мы однозначно получили при первом типе сахарного диабета снижение в среднем гликемии натощак с 24 до 7,2, но дельта колебания снизились с 24 до 12 при первом типе диабета и с 12 до 7 при втором типе сахарного диабета. И я хотела бы вам представить несколько данных по суточному мониторированию гликемии на препарате ТУДЖЕО. Опять-таки, коллеги, какой здесь был интерес, мы провели суточное мониторирование у 7 человек, я представлю здесь у двух человек. Интерес был такой, вы помните, что могло ли быть первые 3 дня повышение уровня гликемии за счет того, чтобы препарат не достиг своей равновесной концентрации. И вот пациент у нас с первым типом сахарного диабета, стаж диабета 4 года, получал инсулин НПХ 24 единицы и инсулин короткого действия 30 единиц. Ну, наверное, спросите НПХ при первом типе диабета, это пациент из Тверской области к нам поступил. И вот обратите, пожалуйста, внимание, для меня это тоже было интересно, что, в принципе, с первого дня назначения инсулина, ТУДЖЕО у нас не было периода накопления концентрации с точки зрения данных по глюкозе. В общем-то, все дни, это вот было 7, 8 и 9 апреля, мы, в общем-то, ночные часы держали достаточно стабильные показатели гликемии. И еще один пример, это пациентка 67 лет, сахарный диабет 2 типа, стаж диабета 23 года, получает галаргин и короткий человеческий инсулин. Это вот исходно, что у нее было, мы подключили ТУДЖЕО, и, в принципе, тоже на следующий день имеем достаточно ровную кривую, и эта кривая сохранилась у нас следующие сутки, ну и мы решили, что смысла дальше проводить исследования нет, и закончили данные у этой пациентки мониторирование. Таким образом, завершая собственное исследование, я могу сказать, что у нас не было из 59 человек ни одного пациента, где бы этот инсулин по каким-то причинам не снижал уровень гликемии, не было ни одного пациента, который отказался от дальнейшего лечения данным препаратом. И по данным исследований реальной клинической практики, которые были представлены в этом докладе, мы можем с вами констатировать, что да, это эффективный инсулин, который снижает гликированный гемоглобин наравне с другими инсулинами, но при этом мы имеем снижение вариабельности гликемии, доказанное в исследовании по индексу, и снижение количества гипогликемии при сопоставимой суточной дозе инсулина, а в ряде исследований даже доза была меньше, чем та, которая была исходна. Я благодарю вас за внимание.